Сейчас на сборах в Сочи находится национальная команда Дагестана по вольной борьбе. Ее главный тренер сразу же объяснил сочинским ребятам, что успех борьбы начинается с правильной разминки, тогда меньше всего вероятность получить травму. Мы всегда рады всем тем ребятам, которые полной мере отдают себя, тренируются и занимаются, и не жалеют себя. Мы всегда рады. Когда сюда приезжаем, всегда сочинские ребята к нам подключаются. Мы с удовольствием принимаем и вместе с ними работаем. Чем можем, помогаем, подсказываем. А подсказкой сегодня для юных сочинцев стал базовый прием под названием перевод. Он эффективен во всех видах единоборств. Вот видишь, просто его держишь. Держишь его перевод, как бы сюда. А есть момент, когда его вот просто своей же рукой вот отдаешь. Вот и перехватил. Сам Сажид Сажидов, российский борец вольного стиля, завоевал бронзу на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Он два раза брал золото на чемпионате мира и Европы, является пятикратным чемпионом России. Конечно же, для сочинских ребят такая открытая тренировка стала полезной. Они тут же стали отрабатывать атаки. Когда выходишь за спину, за спину очень много приемов. Это выгодная позиция для бойца, также борцу. И там можно развивать дальше всякими болевыми приемами. Если это бои без правил, там ударами. Главный тренер сборной Дагестана рассказал ребятам о том, что сейчас они готовятся к чемпионату страны, который пройдет в июле в Назране. А затем спортсменов ждут выступления на чемпионате мира во Франции. Самое главное, я думаю, это терпение. Терпение поставить цель и идти к ней. Самое главное – терпение. Встречи с именитыми спортсменами проходят в рамках спортивно-патриотического проекта «Лига чемпионов». Он реализуется с Олимпийского 2014 года. И включает в себя не только встречи и мастер-классы, но и организацию спортивно-патриотических лагерей по борьбе и дзюдо. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.